Друзья, сегодня мы представляем вам обновленную автомашину Mazda 6. Но она была очень давно обновлена, настолько, что в принципе нам уже кажется просто новым автомобилем. Да. И этот автомобиль в лучах восходящего весеннего солнца выглядит настолько круто, что я вспоминаю даже добрым словом одну из своих тещ, которая... Одна из ваших тещ? Одна из моих тещ, которая, когда я приезжал на очередном новом автомобиле, вот, например, про такую тачку могла сказать. Красотка! Красотка в большом тест-драйве. Mazda 6 2015-16 модельного года. Встречайте, господа! КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok От других таких же автомобилей В принципе, на это можно потратить целый день Цвет у автомобиля роскошный Посмотрите, какие, можно сказать, линии кузова Особенно как раз в этом серо-голубом металлике Производитель говорит, что кардинальным образом изменилась морда этого автомобиля Но по большому счету, при ближайшем рассмотрении Чуть изменился рисунок решетки радиатора У нас топовая комплектация У нас есть дневные ходовые огни Чуть изменился рисунок вот этих линий Здесь в районе противотуманок Ну и диски Диски стали с затемнением устанавливать на топовой комплектации этого автомобиля Это называется платина, брат Под платину Во всем основном, кстати говоря, у нас 19-е колеса, да? 19-е 19-е колеса отлично смотрятся И поэтому машина чуть-чуть жестковата, чуть-чуть упруга Но, если честно, за те 1100 километров, что я проехал на этом автомобиле Как 1100? 1100 километров Я с этой машиной сроднился и могу вам сказать следующее Тачка на каждый день Зашибись! И благодаря новым, но уже испытанным технологиям Мазды Когда она экспериментирует со сжатием, так сказать, внутри цилиндров Skyactiv называется эта технология Да, расход порядка 8,5 литров Всего лишь при очень интенсивной езде И на 7,6 бензине Причем парни, Мазда, на самом деле, единственный японский производитель Который удивляет, когда ты оказываешься перед приборной панелью И твои глаза видят эту цифру 6, 7, 8 литров на 100 километров Всего лишь Ни один из японских производителей не может похвастаться таким расходом Значит, багажник Каким он был, таким он и остался Багажник, вы помните, да? У нас были претензии К чему? Слушайте А Сволочь, отодрал Да, давайте У нас были претензии к силовым Ну, ребят, все так же гнется Все так же гнется Все сделано для вашей безопасности, правильно? Сеня, когда будешь сдавать машину, посади обратно на БФ Багажник большой Может быть Не самый широкий проем для загрузки вещей в этот багажник Брат, а вот ты когда залезаешь в багажник, у тебя какая цель? Показать, что у тебя большие яйца Нет Или продемонстрировать нам, что в 41 год ты все еще гибкий, блять И это самое Я охуенный гимнаст Да, чувак, я гораздо гибче, чем вы Умею подстраиваться Главное, чтобы хрен не гнулся, правильно? Так Остальное купим Место для задних пассажиров Присаживайтесь Все так же много Да, и очень хорошо решен вопрос С чередованием белого и черного Все те детали, да, внутри салона Который может испачкать пачкун и грязнулька Такой как Рустам Вахинов Все те черные А все то, что производит эффектный такой эффект, да, супер богатого светлого салона Все белое Единственные вот вопросы к экстерьеру вызывает вот эта кнопка Резиновая Да, резиновая кнопка, она тщедушная просто, правда, хочется Ну, смотрите, автомобиль у нас один из самых больших в классе Это топовая комплектация Да, с одним из самых просторных салонов Ну, елки-палки, парни, сделайте нормальную ручку, ну, не ручку, а кнопку Ну, или тогда уже полностью без кнопки, да Единственное, ребята, вот смотрите, машина большая, да, дутая, толстая, да, объемная И вопросы, на самом деле, и едет она хорошо Вопросы вызывает только легкость дверей Причем даже не задние, а вот водительское, передние Вот это все Вот посмотрите, она даже Видите? Такое ощущение, что вот волна идет по металлу, Серега Ну, так посмотри Сюда, сюда, Сень Вы видите? Ну, я думаю, что, конечно, Мазда учитывает все нормы безопасности, да, именно самого внутреннего каркаса Но для ощущений владельцу все-таки хотелось бы более таких тяжелых и солидных дверей Да, вы помните, Мазда CX-5 был, по-моему, одним из первых автомобилей, где мы обратили внимание на то, как себя ведет капот этого автомобиля во время движения, да, он дрожал весь Ну что, у нас топовая комплектация, двигатель 2,5 литра Мы уже говорили о том, что при движении в городах, в принципе, по большому счету, не важно, какой мотор брать, 2 или 2,5, на низах они оба достаточно, так сказать, активные моторы А вот здесь они не поскупились на металл Ты открывал? Нет Подержись Подержись Есть то ощущение, что они весь металл потратили реально на капот, ну, он тяжелее, чем у какого-нибудь внедорожника приличный Ну, давайте, давайте, что вы, боитесь кольцо снять с пальца? Значит, ну что, мотор, с которым вы тоже давным-давно уже знакомы Грязненько 192 лошадиных силы, в принципе, но этого мотора с этим расходом вполне себе достаточно в цикле город, получается, Подмосковье Ну, давайте так, на трассе 160 едет прекрасный автомобиль 160 Но начинает поджирать Вот что там такое? Ну, свободное пространство Это для сосисек Для сосисек, хорошо У капота в верхней комплектации нет доводчика, да, ну, то есть помощника Это, конечно А что за помощник? Ну, вот ты, нет, сейчас есть Что за помощник-то? Ну, вот ты Я помощник? Ты помощник, ты открываешь капот Слушай, ну, реально, какой тяжелый капот Видел, вот ты закрываешь капот, и вот это ощущение, что оно отвалится, вот эта часть передняя Ну что, давайте познакомимся, как изменился интерьер обновленный МАЗ-6 Ты веришь, что он изменился? Ну, попробуем найти какие-то изменения Хорошо Все, в салон Не шалом, а в салон Друзья мои Сейчас будем искать перемены в этом автомобиле И первую перемену я ощутил вот этим пальцем Ну? Если бы это был женский палец Вот, перемена была другая бы Но, на самом деле, когда я сел в этот прекрасный автомобиль В котором, несмотря, может быть, на не слишком длинную сидушку Все равно чувствуешь себя достаточно комфортабельно На месте, кстати говоря, еще раз подчеркнем, да В пример другим производителям находятся все переключатели, так сказать, стекол, да Вот Не мог найти кнопку сначала Какую? Ну, старт-стоп Потому что, когда ты сидишь, условно говоря, руль ее заслоняет Ну, при определенном положении Ну, обычно она где? Здесь где-то, некоторые сюда ее суют Сюда, куда угодно Фантазия может привести извращенцев Но привела вот в это место Вот Не дотянули провода Два провода вот сюда Наверное, стоило миллион евро, чтобы вот здесь дырку прорезать Да, я немножко не понял, в чем, так сказать, задача была расположить кнопку именно здесь Но, найдя ее, я понял, что... Ну, и хрен с ним, нажимать ее все равно только два раза Правильно? Да Во-вторых, значит, что бросается в глаза, давайте так, женщинам? Потому что женщина, как и совесть, лучший контролер А вот, что делает машину непростащему дороже, да, интересной в плане салона Это кожаная вставка Вот эти вставки, да, под серый металл Вот здесь другого цвета эта вставочка Не, в целом, ребят, салон, как мне кажется, стал гораздо интереснее, да Во-первых, он избавился от большого количества деталей вот этих из пластика Вот из этого глянцевого, которые у нас были вопросы, да Соответственно, посмотрите, у нас взрослела ручка КПП, и самое главное, что она вот по прямой теперь Ну, сейчас, Серег, заведется Заведемся Да, все по прямой Без этих вот японских этих, из Вилин Да, 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 скитаний, выключай Значит, блок климат-контроля из третьей серии Мазда перекочевал сюда и занял здесь свое место Действительно, добавились вот эти дорогие материалы отделки Значит, ну что здесь? Из неудобств, как мне кажется, да, я уж не знаю, как Серега Вот эта регулировка по звуку Попырка? Да, вот эта попырка Ну, а мне кажется, наоборот, это как бы гармонично Они исходили из того, что вот у тебя управление, грубо говоря, мультимедией Да, и рядом с ней, собственно говоря, пупырка Ну, здесь у меня рука тянулась либо сюда, либо, ну, соответственно, на блок клавиш, который расположен на руле Большое спасибо за то, что перекочевала сюда в мультимедиа система уже с тачскрин-экраном Да? Нет, мы ничего не хотим подключать Не знаю, у вас были какие-то нарекания к работе? К музыке? Ну, вообще в целом Вы же у нас аудиофил Да, достаточно Достаточно Посредственная музыка Музыка посредственная, скажем так Да, да Во всем остальном, ну, спасибо, что сделали именно тачскрин на монитор Да, потому что немецкие производители до сих пор упорно, значит, продолжают гнуть линию на то, что вот этот монитор, который они устанавливают так же, как и в автомобилях Мазда Он не... Рустам Да А ты сволочь Чего? Я проехал тысячу сто километров и только сегодня узнал, что он тач Да? Я крутил, как болван, выходил Не, но оно смущает, я согласен Вот эта херня Смущает, она смущает, ну, потому что в прошлом поколении здесь и был расположен этот джойстик Значит, ребят, что на самом деле очень сильно смущает меня, это то, что, значит, два функционала Первое, значит, для японцев в этом автомобиле достаточно хороший свет Ну, я имею в виду насыщенность освещения Но у нас топовая комплектация И ближний свет, и дальний, все хорошо Но отсутствует функция принудительного дальнего света То есть врубается автомат, который на свое усмотрение понимает, что вот эти фонари, которые где-то там в двух километрах от тебя, это не мотоцикли И можно включить дальний свет Не, не, он знаешь как? Значит, я читал Нет, там есть, как у Вольво, там есть, как у Вольво, зональность, но опять же Она работает в непонятной... Она работает, понятно, но проблема всех этих автоматических систем заключается в том, что они не различают машины и фонари И, во-первых, после самого непосредственного включения дальнего света, проходит как минимум там минута, пока он анализирует общую обстановку Даже если ты в кромешной темноте, он сразу дальний свет не включает Это минус И второе, это гребанная задняя шторка Я понимаю, что, в принципе, можно затонировать, да, машину Вот, Сеня, покажи ее, да? Значит, затонировать машину и вообще забыть о заднем стекле Но проблема в следующем Значит, раз уж у нас ей машина оснащена, значит, надо ей пользоваться Проблема в следующем Как только ты включаешь рычаг, значит, КПП в режим реверс, да, заднего хода, эта штука убирается И назад она, ***, не встает сама Надо нажимать кнопку Да ладно, вот встанет Я серьезно тебе говорю Не встанет она сама Как не встанет? Ну, не встанет она сама Вот и драйв, и все, и все, и надо кнопку нажимать Ну, может, она чувствует, что мы стоим на месте Нет, я тебе уверен, не серьезно Каждый раз Мы попробуем во время движения Да, давайте сейчас попробуем Нет, не будем сейчас Мы можем расшибиться об эти вот эти бетонные блоки, она не встанет Короче, значит, какие еще изменения? Появился режим спорт в автомобилях Mazda 6 серии Но здесь все просто реализовано просто Повышаются обороты Да, и из минусов еще в этом автомобиле, к сожалению Вот, я так понимаю, на стоповой комплектации с люком И ходовые огни яркие, и все, зашибись И эта долбанная шторка Значит, нет подогрева руля И это минус Подогрев сидения, вот видите, он трехдиапазонный Да, ну, это не диапазон, брат А как? Диапазон, это... Хорошо, но это не трехзонный Сила Ну, вот сила Вот сила нагрева вашей пятой точки, пожалуйста Вот, но, значит... Проверим, через сколько Серега попросит выключить У руля нет подогрева И для наших российских условий В этом смысле у машины есть маленький, но все-таки минус, да? Мы же с вами придирчивые пользователи Да, короче, в принципе, по большому счету Подогрев нитками лобового стекла Подогрев руля Должны быть базовыми опциями Для России Всех автомобилей, да Ну, за исключением Сочи Да, для всех автомобилей Которые официально продаются Поставляются на наш рынок Ну что, нам теперь нужно проехаться В принципе, достаточно удобные кресла И передние, и пассажирские И водительская У тебя есть место? Да есть место Мы же показали Места есть достаточно в этом автомобиле Хорошие зеркала Да Вообще с обзором здесь все в порядке, да? И остается только вот Вот эти главные претензии, которые они были Они и остались у нас Это к легкости, да? Вот к ощущению легкости От металла, который использован При создании этого автомобиля Это первое И второе Это шумоизоляция Вот глобально Ну, это у многих автомобилей Это у многих Головная боль, да? Ну что? Вопрос в том Считать ли этот автомобиль За миллион семьсот тысяч рублей В топовой комплектации Все-таки не премиум классом И в таком случае прощать ему Эту недостаточную шумоизоляцию Ну, я думаю, что два года назад За миллион семьсот мы бы не простили Если бы эта тачка стоила За миллион семьсот мы бы Да Пол Москвы бы купили Да, а сейчас А сейчас Готовы прощать Все Даже измену родине Готов прощать Нет Смотри Не в то горло Попало семя Да Какое семя? Семя ореха пекан Обратите внимание Ну, в нашей комплектации Есть еще и проекционный дисплей Работает он у вас? Теперь работает Теперь работает Вчера выключался У Сереги Ну, ничего Ну, на десяти тысячах Это возможно Вон, девять восемьсот Машина прошла Ну, что? Надо чуть-чуть прокатиться Да И спросить женщин Что они думают Про этот прекрасный автомобиль Мазда шестой серии Поехали, товарищи Значит, товарищи У Рустама Ивановича У которого Дорога от работы До дома Занимает 15 минут Но зато Это не его квартира В этом есть Как бы Преимущество большое Так вот Заметил такую особенность Он сказал мне Что машина тупит А я вам скажу следующее Что у меня Поскольку все-таки Час Час с небольшим Ехать до дома И до работы Соответственно История в следующем Этот мотор Нуждается в прогреве Не случайно Кстати говоря При старте Да, холодного двигателя У вас зажигается Да, синий термометр Ну, сейчас он не зажигается Потому что мотор уже прогретый Теплый день Да И пока эта штука На самом деле Не погаснет Мотор, я так понимаю Ну, принудительно Именно компьютером Не выдает ту мощность Да, не позволяет Так крутиться Как может В хорошо прогретом состоянии И поэтому Сначала кажется Что он виловат Но когда тачка Но при этом объеме Да, потому что Вы видите ключ У вас на ключе Бирка Два с половиной литра Вы понимаете Под капотом 192 лошадиных сил А никуда не ездите Нет, нет, нет Серьезно Но потом прогревается Действительно И через 20 минут Вы уже И на трассе Он показывает Очень хорошие результаты Вот как раз Нам в городе Жестковато ездить На этих Девятнадцатых дисках Да На трассе Наоборот Чувствуешь преимущество Потому что машина Очень хорошо стоит на дороге Она очень комфортабельная Несмотря на то Что она может быть Не по-немецки звучит Да Но она достаточно Хорошо прибавляет И могу сказать Что эта машина С этим мотором На трассе Не чувствует себя Ни в коем случае Середняком Значит из минусов Эргономических Центральный замок Приходится закрывать Вот таким неудобным способом То есть какой-то Отдельной нормальной Кнопки Ну какой-либо Вот вместо вот этого Достаточно корявого Рычажка Его нет А сами по себе Двери На ходу Что-то не закрываются Не закрываются Что-то я лазил по меню Может быть я не долез Но в любом случае Вот эта штука Она не очень удобная Значит дальше Что у нас еще Какие замечания Значит расход Еще раз напомню 8,5 литров Ну это шикарный показатель Для двигателя 2,5 литра Японского Японского Который был создан Наверное Ну опять же Ну опять же Его доводили С учетом уже Этих новых технологий Skyactiv Да С увеличенной степенью С увеличенной степенью сжатия В цилиндрах Которая позволила В свое время Опять же Вот Мазде Не только представить Эту технологию Но и кардинальным образом Обновить технологические Свои автомобили Они стали более совершенными Но в целом Ребят Остается главная претензия Как мне кажется Вот в этой тройке Японская Есть немецкая тройка Есть японская тройка Toyota Nissan Значит Mazda Если мы говорим О прямых конкурентах Этому автомобилю Camry Да Ну как мне кажется Это Camry Это Tiana И Mazda 6 серии Значит Mazda Наверное Действительно Самый интересный С точки зрения Дизайна автомобиля Но к большому сожалению Он проигрывает Как Тиане Так и Camry С точки зрения Именно Ну каких-то ощущений От вождения Это как это Ну мне кажется Что Тиана Вот на мой взгляд Правда Ну у них есть 3,5 мотора Да Тиана рулится Ну вообще сама по себе Она интереснее С точки зрения Вот правда Того как она стоит на дороге Как рулится Она чуть тяжелее Camry Может быть такая же легкая Да Ну такая Знаешь Легковесная Но она Сука страшная Но с другой стороны Один из самых ликвидных автомобилей И только поэтому Да При выборе Японского автомобиля В этом классе Стоит обратить Именно внимание на Camry Но в целом Вот посмотрите Они сделали этот задел Да получается Ну давайте сравним цены Сколько там 3-4 года Ну они сопоставимы На самом деле Ну то есть Плюс-минус 100-150 тысяч рублей И ну Ничего себе Да мы с визгом сегодня Не катаемся по Москве Это хорошая пара Серега показывает Что автомобиль Может вам позволить Да Немного Похулиганить Похулиганить На дороге Ну давайте Мы не будем нарушать Правила дорожных А мы не нарушаем их Ну как не нарушаем Как нам сказали На заводе Автоваз Да Вот правила Всех нарушают Правильно А надо сделать так Чтобы их нарушить Было невозможно Вот Но на самом деле Правда Ребят А там Может быть Первые там Полдня к этой машине Привыкаешь К ее особенностям Каким-то К жесткости К легкости И жесткости Одновременно Да Но потом Я честно могу сказать Ездишь на ней С удовольствием То есть Эта машина Ну реально Она прекрасно себя ведет Именно в каждодневном Использовании Все в ней понятно Она такая Знаете Я скажу так Японский Volkswagen Что ли Я не знаю Наверное Может быть Японский Посад Хотя нарисован Конечно гораздо интереснее Чем Посад И современнее Моднее Да В нем нет ничего Сверхъестественного Но я опять же Повторимся Для японского Автомобиля Сверхъестественен Сам расход Топлива Потому что Я удивлен Если честно До сих пор Что японский Автомобиль Может быть Таким экономичным То есть Ты ожидаешь Допустим От двухлитрового Мотора Но никак не ожидаешь От моторов Два с половиной литра Мы в свое время Тестировали Предыдущее поколение В Бельгии Да Да и в Москве Мы были Одними из первых Журналистов И Значит Экспертов Экспертов Публицистов Автомобиля Которые протестировали Тачку Она тогда нам понравилась Да И с точки зрения дизайна И вообще Этот рывок Который концептуально Произошел Такой Очень существенный Для Мазды В целом Автомобиль Правда Претерпел Минимальные изменения Но вот есть вещи Которыми нужно Оставлять Вот такими Какие они есть Да Серега Вот Не ждите Что эта тачка Будет зажигалкой Да Но если вы захотите Ускориться Она вам позволит Это сделать У меня просто ухо Зачесалось Мне хотелось Чтобы Сене Объективно Почесало ухо В принципе Цвет настолько классный Что ничуть не хуже Чем вот Тот же красный цвет Цвет вот этот Очень удачный Это самый удачный Серо-голубой цвет И на солнце Прекрасно И отражает Всю фактуру Кузова как раз Потому что Вот как раз Эту машину Покупать Например Именно Мазду Мне кажется В белом цвете Это вообще преступление Значит Скрадывать все То что заложили Дизайнер Тот красный Который был при выходе Модели Да Вот как Мерседес Цежка Либо вот этот Потому что Ну в принципе Тачка смотрится Очень-очень неплохо Ну все И эти диски 19-й Очень хорошо стоят Но Учтите Что будет Тачка жестковата Все Едем к девчонкам Нормально такая телева Едем к девчонкам Ну то есть Опять в общагу Да Почему в общагу А у вас как Общаги в Питере Называли Да что ж такое Ты посмотри Вот так вот Блин Ты понял Это мы к девчонкам Едем Очень хочется Горит У вас как Называли Общаги в Питере В смысле Ну вот глобально Какая-то вот Какой-то Как-то вот Называли люди Поганялова Ну да Какую-то ГПХ Это что Главное П Ну собственно говоря Вы понимаете о чем Хранилище А ГПХ ГПХ Здрасте 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 Вот видишь Едем Да Хорошая А у него что Тиана Там В6 Сережа Да Да Со свиста Да Вон то видишь Не парни Не догоним Не догоним Да Он наверное Качался Конечно Раскачивался На перекрестке И ускорился Так все К девчонкам Как вас зовут Кира Кира Найтли Нет Просто Кира Леонова Кира Леонова Кирюша Ой извини Кирочка У вас в семье Есть машина Да Какая Их три Ну да ладно И у тебя есть машина Что живет Кира Леонова Погоди У тебя есть машина Своя Нет А что за три тачки Ну вот марки Я имею ввиду БМВ Мерседес И Мисубиси Эх не попало Ай думал Ауди Вот смотри Мы сегодня тестируем Вот эту штуку Поближе Мазда 6 Правильно Что можешь сказать Об этой машине Что за народ Ездит в таких тачках Люди работающие В компании Так Возраст Девушки Возраст На шестерке думаешь Ну где-то до сорока лет Девчонки да Девушки до сорока лет Это опасно Нет парни до сорока лет А девушки до тридцати лет Сколько вот парень Который такую машину Сам себе купил Зарабатывает Как думаешь в месяц Поощущись Ну 60-80 И уже такая тачка да А сколько она стоит В лимонах Ну миллион пятьсот Миллион четыреста Где-то в этих пассивах Молодец Ты что с экономического факультета Да Скажи пожалуйста Тут твои коллеги По вузу Говорили что на такой тачке Невозможно запикапить Девчонок которые учатся В вашем вузе В стенах этого вуза Ну а часть это правда Страшно Какая тачка Вот какая тачка Обеспечит гарантированный Успех любому парню Да Это Бентли Бентли Все в следующий раз Приедем на Бентли Кира сказал что на Бентли И парня можно захомутать Да У тебя есть парень? Нет Хочешь мы тебя найдем? У нас 700 тысяч подписчиков Почти на ютубе Хочешь? На ютубе? 700? 700 тысяч Большой тест драйв Возможно я знаю этот канал Так Ну тогда хочешь мы тебя подберем Парнишку? Да нет Почему? Или девчонку? Возвращенцы Да они смотрят Правильно Ну все Беги на пару Ну давай Ну все Счастливо Спасибо Пока Причуды свои А вот давайте у девушки спросим Девушка Можно вам один вопрос задать? Идемте Парни Здрасте Как автолюбительница Здрасте Ваш полушубок Леди Здравствуйте Александра Сашенька А что вы приехали сюда Зачем? Я после Учитесь? Да Ах вы учитесь И нет парковки Да? Нет парковки Видите Нет парковка платная Только есть А мы сегодня Тестируем вот эту машину Серебристо-серую Что о ней можете сказать? Что за народ ездит Вот в таких? Ну Среднестатистическая машина Ну Ничего особенного Да? Но она мужская Женская? Ну В принципе Молодежная Сколько вот человек Который сидит за рулем Такой машины Зарабатывает Ну по ощущениям Ну Не знаю Тысяч Ну Если в кредит Можно сколько угодно Но она миллиона полтора стоит Средней комплектации Если просто взял И купил Сколько вот он Зарабатывает Не знаю Ну Тысяч Шестьдесят Семьдесят Вот у женщин Глаз алмаз Скажи пожалуйста Есть молодой человек? Нет Пока что Слушай У нас семьсот тысяч подписчиков Хочешь мы тебе подберем Да говори ты миллион семьсот Че ты Это самое Да Берете? Хорошего? Да Хорошего Правда Мы уже три свадьбы сыграли на нашем канале Да Он что-то канал у вас Большой тест-драйв У тебя подруга Канал свадьба Большая свадьба Подруга твоя, да? Или сестра? Подруга Скажи пожалуйста Значит Какого возраста Ты хочешь встретить Молодого человека? Они приедут тебя сюда искать Двадцать пять Двадцать шесть Вот Двадцать пять Тире двадцать шесть И все Да А как насчет А как насчет Полтоса Вот ему полтинник А Нет Брюнет Блондин Скажи пожалуйста Брюнет Блондин Сколько должен Зарабатывать в месяц Ну это не скромный вопрос Ну минимум Ну чтобы прожить В Москве сегодня Для него самого Это важно Не знаю Ну минимум Тысяч двести Что-то Вот так Вместе Значит Короче Парни И у девчонок И у девчонок Мазда Мазда Гриф Вольксваген ЦС Пассат Ну все Девчонки А тебе не нужен Молодой человек У тебя есть Девчонки А кролик кому-нибудь нужен Еще кролик есть Ну все Девчонки Пока Спасибо большое Двести Двести Чего ты Вот еще девочки Полина и Мария А кто из вас Полина Ты Полина Да А Маша ты Да Ну девчонки здорово Разворачиваемся К машине Давайте к солнцу Пойдемте Вот сюда Давай-давай К солнцу Вот сюда Идите сюда девочки Вы что здесь делаете В учебное время Учимся А ты Тоже В семье машины есть Есть Какая Много Ну например Хюндай Что первое Хюндай Свою Что первое У тебя Хюндай Да А у тебя Гольво А у тебя Вольво А где ты ее ставишь Тут и поставить Сейчас во дворах В метро Во дворах Да Девчонки Значит что думаете Про эту тачку Что за машина Ну пойдем-ка Давай-ка развернись Влазда Так иди сюда Хорошо Хорошо Так Давай Вот Что припарковано Неправильно Так понятно Молодец Это мы вырежем Хорошо Девчонки Что за народ Вот в таких машинах Ездит Ну социальный статус Чем он занимается По жизни Чем будет Несмотря Откуда машина Либо подарили Ничем не занимается Либо сами Купил Сам купил Вот что за человек Сам купил Ну 16 человек Работает Ну сколько он зарабатывает В месяц 100 тысяч плюс 100 тысяч А ты думаешь что 250 Так Уже другая тема Есть мальчишки у вас Имеется А у тебя Нет Нет О, погоди Ты иди отсюда Так, иди сюда Она с подругой здесь Она постоит Она будет контролировать ситуацию А какой тебе нужен мужчина Значит Тебе сколько самой лет Тебе 20 Тебе 20 Да Вылежишь на 16 лет Скажи пожалуйста А значит Какого возраста он должен быть От и до Границы Ну 21-25 21-25 Так Ну а вот Мужчина из хорошей семьи Да, наверное Да Или сирота Еще лучше Вот А сколько он должен Зарабатывать сегодня В Москве Чтобы быть достойным Женихом Ну минимум Вот уровень Ну для него самого Ну Вообще Да, вообще Я хочу чтобы он зарабатывал Больше чем я Ну например Ну минимум Ну я 10 зарабатывал Я зарабатываю 10 Значит он 11 Ну например К примеру Вот сколько он должен Нет Вообще У меня нет То есть хотя бы чуть-чуть Какая ты молодец Ты из Москвы? Да Хорошо Есть еще Есть еще трезвые люди Какой у тебя адрес Электронной почты Там на мейле На джимейле Полина.забугина Собака.яндекс.ру Все Парни Записали Перемотали Запугина Запугина Так девчонки Еще один вопрос Значит парни Которые учатся Вместе с вами В этом вузе Говорят Что на такой тачке Вообще Нет шансов Никаких Запикапить Девчонку Нормальную Которая учится Здесь Точно? Неправда Бред Бред Все девчонки Давайте на пару Спасибо большое Итак Тысячи писем уже Валятся Валятся На полин И на адрес Забудина Полина.забудина Забудина Не забудьте Забудину Здравствуйте Девчонки Здравствуйте Телевизион Радио Израиля Ничего Ничего Договорить Договорите Да договоритесь Шалом девчонки Как вас зовут? Мария А вас? Галина Девчонки У вас есть машины? Нет Есть Какая? Toyota RAV4 А у вас в семье? Может у папы? Есть Да Девчонки Мы сегодня вот тут Цестируем Видите серебристую Голубую Узнаете что за машина? Toyota Toyota Ваша версия? Toyota Toyota Мазда Молодец Хорошо Глаз Алмаз Девчонки Сколько она стоит Примерно минимум В рублях? Ну сегодня новая Минимум Тысяча семьсот Тысяча Тысяча семьсот Ну больше миллиона Больше миллиона Хорошо Вы общаетесь с друг с другом? Вы знаете что-нибудь Друг о друге? У вас есть парни? Муж А у вас? Парень Хорошо Значит тогда вопрос следующий Парни которые учатся в финансовом университете Сказали нам что на такой тачке Запикапить девчонку Не надо говорить запикапить Хорошо Познакомиться Познакомиться с девчонкой Которая да Живет хотел сказать Хорошо Живет в финансовом университете Нет никакой возможности Как вы думаете? Почему? Реально? Наверное да Особенно если у нее есть муж Я понимаю Все девчонки спасибо Спасибо До свидания Спасибо До свидания Вообще Ну что ты Ну у нас тоже пара Мы опаздываем Все ладно А куда опаздываете? Куда опаздываете? А есть парни? Конечно Жан Нормально Так ну давайте товарищи Так значит результаты следующие Здорово брат Здорово брат Здравствуй брат Ну ты паркуйся иди сюда Давай быстро давай Пока он будет парковаться Мы уедем Он назвал меня Сережа Это тревожный сигнал Да 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 Значит я ему понравился чем-то Сматывать удочки И наверняка не нашей работой На канале большой Это здравь Ну что парни Краткое резюме Резюме следующий Человек у которого есть эта машина Зарабатывает 60 штук в месяц Да Ну бог ведь сколько честно говоря Для Москвы Для вообще для России В наше кризисное время Правильно? Да ладно Вы что это нормальные деньги? Да как нормальные Если мужик им нужен С двумя стами тысяч Ну это здесь нужен Это какое-то дерьмо Да Короче тачка серьезная Нам понравилось Правильно? Да Все те недостатки Которые были в ней и остались А все те преимущества Которые были в ней и остались Это тоже хорошо Да это тоже хорошо Все лайкайте Как это сказать Лайкайте Или как? Ну хватит говорить На этом собачьем языке Ау Короче Это был большой тест-драйв Мазда 6 2015-2016 года Все поехали Субтитры сделал DimaTorzok Едем к девчонкам Нормально такая телега Едем к девчонкам Ну то есть опять Вообще Дорогие друзья Сегодня мы представляем Сегодня мы представляем вам Обновленную Автомашину Мазда 6 Но она была очень давно Обновлена Настолько что В принципе Нам уже кажется Просто новым автомобилем Да И этот автомобиль В лучах восходящего Весеннего солнца Выглядит настолько круто Что я вспоминаю Даже добрым словом Одну из своих тещ Которая Одна из ваших тещ Одна из моих тещ Которая Когда я приезжал На очередном Новом автомобиле Вот например Про такую тачку Могла сказать Красотка Красотка В большом тест-драйве Мазда 6 2015-2016 Модельного года Встречайте Господа Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» От других таких же автомобилей В принципе на это можно потратить целый день Цвет у автомобиля роскошный Посмотрите какие можно сказать линии кузова Особенно как раз в этом серо-голубом металлике Производитель говорит Что кардинальным образом изменилась морда этого автомобиля Но по большому счету при ближайшем рассмотрении Чуть изменился рисунок решетки радиатора У нас топовая комплектация У нас есть дневные ходовые огни Чуть изменился рисунок вот этих линий Здесь в районе противотуманок Ну и диски Диски стали с затемнением Устанавливать на топовой комплектации Это называется платина, брат Под платину Во всем остальном Кстати говоря, у нас 19-е колеса 19-е колеса Может быть Поэтому машина чуть-чуть жестковата Чуть-чуть упруга Но если честно За те 1100 километров Что я проехал на этом Как 1100? 1100 километров Я с этой машиной сроднился И могу вам сказать следующее Тачка на каждый день Зашибись И благодаря новым Но уже испытанным технологиям Мазды Когда она экспериментирует Со сжатием Внутри цилиндров Skyactiv называется эта технология Расход порядка 8,5 литров Всего лишь при очень интенсивной езде И на 7,6 бензине Причем парни Мазда на самом деле Единственный японский производитель Который удивляет Когда ты оказываешься Перед приборной панелью И твои глаза видят эту цифру 6, 7, 8 литров на 100 километров Всего лишь Ни один из японских производителей Не может похвастаться таким расходом Значит багажник Каким он был Таким он и остался Багажник Вы помните Да у нас были претензии К чему? Слушайте А Клей Сволочь отодрал Да давайте У нас были претензии К силовым Ну Ребят Все так же гнется Все так же гнется Все сделано Для вашей безопасности Правильно Когда будешь сдавать машину Посади обратно на БФ Багажник большой Может быть Не самый Не самый Не самый широкий проем Для загрузки вещей В этот багажник А вот ты когда залезаешь в багажник У тебя какая цель? Показать что у тебя большие яйца? Нет Или продемонстрировать нам Что в 41 год Ты все еще гибкий И это самое Я хуйный гимнаст Да чувак Я гораздо гибче чем вы Умею подстраиваться Главное чтобы хрен не гнулся Правильно? Так Остальное купим Место для задних пассажиров Присаживайтесь Все так же много Да И очень хорошо решен вопрос С чередованием белого и черного Все те детали Да Внутри салона Которые может испачкать Пачкун И грязнулька Такой как Рустам Вахидов Все те черные А все то что производит Эффектный такой Эффект да Супер богатого Светлого салона Все белое Единственные вот вопросы К экстерьеру Вызывает вот эта кнопка Резиновая Да Резиновая кнопка Она тщедушная просто Правда Хочется Ну смотрите Автомобиль у нас Один из самых больших В классе Это топовая комплектация Да С одним из самых Просторных салонов Ну елки-палки Парни Сделайте нормальную Ну не ручку А кнопку Ну или тогда Это или просто Без кнопки Без контакта Единственное ребята Вот смотрите Машина большая Да Дутая Толстая Да Объемная И вопросы на самом деле И едет она хорошо Вопросы вызывает Только легкость дверей Причем даже не задние А вот водительская Передние Вот это все Вот посмотрите Вот посмотрите Она даже Видите Такое ощущение Что вот волна идет По металлу Серега Так посмотри Сюда Сюда Сень Вы видите Ну я думаю Что конечно Мазда учитывает Все нормы безопасности Да Именно самого Внутреннего каркаса Но для ощущений Владельцу Все таки Хотелось бы Более таких Тяжелых И солидных дверей Да Вы помните Мазда Си-Х5 Был по-моему Одним из первых Автомобилей Где мы обратили Внимание на то Как себя ведет Капот этого автомобиля Во время движения Да Он дрожал весь Ну что У нас топовая комплектация Двигатель Два с половиной литра Мы уже говорили О том Что При движении В городах В принципе По большому счету Не важно Какой мотор брать Два или два с половиной На низах Они оба Достаточно Так сказать Активные Моторы А вот здесь Они не поскупились На металл Ты открывал? Нет Подержись А Сука Ты что Он реально Тяжелая крышка Я вам серьезно говорю Я не ожидал Что он настолько тяжелый Нет Слушайте Такое ощущение На самом деле Просто я мыл сегодня руки И не собирался Такое ощущение Что они весь металл Потратили реально На капот Он тяжелее Чем у какого-нибудь Внедорожника Приличный Ну давайте Что вы Боитесь кольцо Снять с пальца Значит Ну что Мотор С которым вы тоже Давным-давно Уже знакомы Грязненько 192 лошадиных силы В принципе Но этого мотора С этим расходом Вполне себе достаточно В цикле Город Получается Подмосковье Давайте так На трассе 160 Вот эта часть Передняя Ну что Давайте познакомимся Как изменился интерьер Обновленный Маз-Д6 Ты веришь что он изменился Попробуем найти Какие-то изменения Хорошо Все Апсалон Не шалом Апсалон Друзья Друзья мои Сейчас будем искать Перемены В этом автомобиле И первую перемену Я ощутил Вот этим пальцем Ну Если бы это был Женский палец Вот Перемена была Другая бы Но на самом деле Когда я сел Вот прекрасный автомобиль В котором Несмотря Может быть На не слишком Длинную сидушку Все равно Чувствуешь себя Достаточно Комфортабельно На месте Кстати говоря Еще раз подчеркнем Да В пример Другим производителям Находятся все Переключатели Так сказать Стекол Да Вот А Не мог найти кнопку Сначала Какую Ну в старт-стоп Потому что Когда ты сидишь Условно говоря Руль ее заслоняет Ну при определенном положении Ну обычно Она где Здесь где-то Иногда Некоторые сюда ее суют Сюда Куда угодно Фантазия может привести Извращенцев Но привела Вот в это место Вот Не дотянули провода Два провода Вот сюда Наверное Стоило миллион евро Чтобы вот здесь Дырку прорезать Я немножко не понял В чем так сказать Задача была Расположить кнопку Именно здесь Но найдя ее Я понял Что ну и хрен с ним Нажимать ее все равно Только два раза Правильно? Да Во-вторых Значит что бросается В глаза Давайте так Женщинам Потому что женщина Как и совесть Лучший контролер А вот Что делает машину Дороже Дороже Да Интересный В плане салона Это кожаная И вот эти вставки Под серый металл Вот здесь Другого цвета Эта вставочка Не в целом Ребят Салон Как мне кажется Стал гораздо интереснее Да Во-первых Он избавился От большого количества Деталей Вот этих Из пластика Вот из этого Глянцевого Которые у нас Были вопросы Да Соответственно Посмотрите У нас Взрослела ручка КПП И самое главное Что она Вот по прямой Теперь Ну сейчас Серега заведется Заведемся Да Все по прямой Без этих вот Японских Извилин Скитаний Выключай Значит блок Климат-контроля Из третьей серии Мазда Перекочевал сюда И занял здесь Своё место Действительно Добавились вот эти Дорогие материалы Отделки Значит Ну что здесь Из неудобств Как мне кажется Да Я уж не знаю Как Серега Вот эта регулировка По звуку Попырка Ну а мне кажется Наоборот Это как бы Гармонично Они исходили из того Что вот у тебя управление Грубо говоря Мультимедиа Да И рядом с ней Собственно говоря Попырка У меня рука тянулась Либо сюда Либо Ну соответственно На блок Клавиш Который расположен На руле Большое спасибо За то что Перекочевала сюда В мультимедиа Система Уже с тачскрин Экраном Да Нет мы ничего Не хотим подключать Не знаю У вас были какие-то Нарекания к работе К музыке Ну вообще в целом Вы же у нас Аудиофил Да Достаточно Достаточно Посредственная музыка Музыка посредственная Скажем так Да Во всем остальном Ну спасибо что сделали Именно тачскрин На монитор Да Потому что немецкие Производители До сих пор Упорно Значит продолжают Гнуть линию На то что вот этот Монитор Который они устанавливают Так же как и В автомобилях Мазда Он не Рустам Да А ты сволочь Чего Я проехал Тысячу сто километров И только сегодня Узнал Что он тач Да Я крутил как болван Выходил Но оно смущает Я согласен Смущает Она смущает Потому что в прошлом поколении Здесь и был расположен Этот джойстик Значит Ребят Что на самом деле Очень сильно смущает Меня Это то что Значит Два функционала Первое Значит Для японцев В этом автомобиле Достаточно хороший Свет Ну я имею ввиду Насыщенность освещения У нас топовая комплектация И ближний свет И дальний Все хорошо Но Отсутствует функция Принудительного Дальнего света То есть Врубается Автомат Который На свое усмотрение Понимает Что вот эти фонари Которые где-то там В двух километрах От тебя Это не мотоцикл И можно включить Дальний свет Он знаешь как Значит Там есть как у Вольво Там есть как у Вольво Зональность Но опять же Она работает в непонятной Она работает понятно Но проблема Всех этих автоматических Систем заключается в том Что они не различают Машины И фонари И Во-первых После самого Непосредственного Включения дальнего света Проходит как минимум Там минута Пока он анализирует Общую обстановку Даже если ты в кромешной Темноте Он сразу дальний свет Не включает Это минус И второе Это гребанная Задняя шторка Я понимаю Что в принципе Можно затонировать Да машину Вот Сеня Покажи ее Значит Затонировать машину И вообще забыть О заднем стекле Но проблема В следующем Значит Раз уж у нас Ей машина оснащена Значит Надо ей пользоваться Проблема в следующем Как только ты включаешь Рычаг Значит КПП В режим реверс Да Заднего хода Эта штука убирается И назад она Не встает сама Надо Нажимать кнопку Да ладно Я серьезно тебе говорю Не встанет она сама Как не встанет Ну не встанет она сама Вот ты драйв и все И все И надо кнопку нажимать Ну может она чувствует Что мы стоим на месте Нет я тебе уверен Не серьезно Каждый раз Попробуем во время движения Да давайте сейчас попробуем Мы можем расшибиться Об эти вот эти Бетонные блоки Она не встанет Короче Значит Какие еще изменения Появился режим спорт В автомобилях Мазда 6 серии Ну здесь все Ну ребят Значит Просто реализовано Просто Повышаются обороты Да И из минусов еще В этом автомобиле К сожалению Вот я так понимаю На стоповой комплектации С люком И ходовые огни Яркие Все зашибись И эта долбанная шторка Значит Нет подогрева руля И это минус Потому что Подогрев сидения Вот видите Он трехдиапазонный Да Ну это не диапазон А как Диапазон это Хорошо Но это не трехзонный Сила Ну вот Сила Вот сила нагрева Вашей пятой точки Пожалуйста Вот Но Значит Проверим Через сколько Серега Попросит выключить У руля нет подогрева И для наших Российских условий В этом смысле У машины есть маленький Но все таки минус Мы же с вами придирчивые Пользователи Да Короче В принципе По большому счету Подогрев нитками Лобового стекла Подогрев руля Должны быть базовыми Опциями Для России Всех автомобилей За исключением Сочи Да Для всех автомобилей Которые официально Продаются Поставляются на наш рынок Ну что Нам теперь нужно проехаться В принципе Достаточно удобные Кресла И передние И пассажирские У тебя есть место Да есть место Мы же показали Место есть Достаточно в этом автомобиле Хорошие зеркала Да Вообще с обзором Здесь все в порядке Да И остается только Вот эти главные претензии Которые они были Они остались у нас Это к легкости Да Вот к ощущению легкости От металла Который использован При создании этого автомобиля Это первое И второе Это шумоизоляция Вот глобально Ну это у многих автомобилей Это у многих Головная боль Вопрос в том Считать ли этот автомобиль За миллион семьсот тысяч рублей В топовой комплектации Все-таки не премиум классом И в таком случае Продолжение следует Продолжение следует...